Вы на канале Боди Мания. Это были 90-е годы, конец 90-х годов, когда я попал в места не столь отдаленные. Заниматься делами, наслаждаться свободой, заниматься какими-то делами. Если у тебя есть семья, то заниматься семьей. Сам он себя похоронил. Просто ничего плохого не будем вспоминать о нем. Либо просто ничего, либо хорошее. Потому что хорошего, я говорю, мы с ним много пережили. Очень много. Земля ему пухла. Вообще высох весь просто. Ребята, это, не знаю, его давно. И то, во что он превратился, он виноват сам. Мы с ним вообще просто дружили, просто сумасшедший. Это, блин. Ну, реально, я залысил его, наверное, башку любому бы снес. То есть, он такой авторитет, на самом деле, получил. У него и тогда был гепатит, там, после отсидки, да, там, 11 лет он отмотал. У него тогда были там какие-то болячки, проблемы. Но он был здоровый, как были. Эта ебучая наркота его опять поглотила. Не первый раз я снимаюсь на этом канале. Было очень много вопросов по поводу меня в комментариях. Типа, что-то вот этот вот лысый, там, на сухорукового похож и так далее. А что у него за звезды, сидел ли он или так просто, короче. Ну, вот я сегодня решил рассказать на этом канале немного о себе, о своей прошлой жизни. Сразу скажу коротко, не буду сейчас растягивать. Да, у меня в жизни был такой момент. Это были 90-е годы, конец 90-х годов, когда я попал в места не столь отдаленные. Сразу отвечу на ваши вопросы. Я знаю, что пойдут вопросы, за что же ты сидел там. Ну, адекватные люди будут адекватно спрашивать. Там хейтеры начнут, конечно, там писать такие вещи. Там о школе целое осталось. Не переживайте, целое, блядь. Ёпта, за своим, смотрите. Вот, чтобы оно у вас хранилось. Нормальным людям отвечу, что... Статья у меня была 159-е второе мошенничество, 162-е. Должна быть 161-я грабежа. Перевели ее на 162-ю вторую, потому что грабеж перешел в разбой. Она была от 7 до 12. Мне запросили 7, но дали на 2 года больше. В 9 лет я отсидел. Я попал на Каширский Централ. В то время у меня там отбывал срок брат родной из Царств Небесное, Игорь. Вот, ну и как бы не благодаря ему, что ли, а я пошел за ним. Вот, он был с братвой, там при братве, смотрел за общим, на общем режиме. Ну, я на общем режиме долго не просидел. Такие тяжкие статьи. Меня тюрьма считала следственной. Меня закрыли в следственную камеру. И я попал сразу на строгий режим. Естественно, на тюрьме в камере следственной изоляции никто там не даст тебе штангами, гантелями заниматься. Мы подтягивались, отжимались в прогулочных двориках. Потом буквально какой-то короткий срок меня осудили. Я как бы, ну, был в согласии своего преступления. Меня очень быстро этапировали. И через пару централов, Воронеж-Ярославль, я попадаю в республику Коми. В первый лагерь. Это княж Погост, лагерь строгого режима. Естественно, меня в лагерь не уводят, потому что я не соблюдал режим. Меня сажают сразу в следственный изолятор. После следственного изолятора меня поднимают в СУЗ. СУЗ – это строгие условия, где сидят 9 месяцев без выхода на улицу. Там я, как бы, живешь в обыкновенный дом, такой барак. Вот. И когда я уже там обжился, я ходил, естественно, мне тело, организм требовал нагрузок. Я ходил к отряднику, к начальнику отряда, задавал такие вопросы. А почему у вас, ну, как бы, даже нечего, вот никакой там железки нету поднять там, ни турника, ничего. Ну, и, как бы, он говорит, занимайся, делай, кто тебе не дает. Он говорит, кто вам мешает, тренируйтесь, сами все делайте. Каким образом делать, мы вам подскажем, я тебе подскажу. Можете, можешь поинтересоваться там у своих, могу я тебе дать подсказку, где чего достать, ну, чем тренироваться. Таким образом, я сразу же, у меня загорелось построить тренажерный зал. Самая дорогая валюта в лагере была, есть и всегда будет, это чай и сигареты. За чай, за сигареты можно купить и продать все. Доставать все доставал я на промке. Лагерь был нерабочий, но там сидело 1200 человек, и 200 из них где-то выходило на промку, на работу. Таким образом, я с лагеря позвал людей, которые ходят на работу. Спросил, что они могут сделать вообще, сварить, принести мне, что я им это все оплачу. На что они мне ответили, мы можем тебе только сделать грифы под штангу и под гантели. Диски мы тебе не сможем никакие сварить и сделать. Диски мы тебе будем взвешивать и заносить отдельно. Завезем на лошади. Тракторные колеса, они же разного размера все там. И там такие, 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 там одно колесо там 10 килограмм. И, то есть, по два колеса, два по 10, там два по 5, два по 20, два по 25. Таким образом, они мне на лошади завозили вот сначала гриф, потом разные колеса тракторные. Я собрал штангу. Вот, потом сварили мне две гантели. Гантели тоже разбирались на гайках, на них одевались тоже разные ролики. Ролики, на чем вот ремни крутятся такие. Ну, они тоже тяжелые достаточно, по 5 килограмм, по 10. Меня там по лагерю пробил. Принесли с лагеря мне гирьки разные. Кто-то гантельки подтащил, там кто-то что-то. Я собрал железо. Вот, дальше. Мне нужны были стойки для жима лежа. Это было мое любимое упражнение. Я занимался жимом. У меня есть мастер спорта по жиму, по русскому жиму. Вот. Ну, и пошел простым способом. Взял два деревянных столба, вкопал их поглубже. Между ними сделал деревянную лавку, выточил лунки. И у меня таким образом уже вот два деревянных столба, лавка получалась, жимовая скамейка получилась. Ну, и хочу сказать вам такую интересную вещь, что до того, как я это все собрал и построил, я не видел, чтобы в Сусе кто-то из ребят занимался. В футбол бегали, играли там, да. Вот. Ну, вот, чтобы именно заниматься железом, такого там не было. И после того, как я все собрал, ко мне стали подтягиваться ребята. Смотрю, один занялся, второй подошел, вопрос задает, третий, четвертый. Там мы с братвой подошли тоже, ребята. И все, и все занимались, и всем это нравилось. Кто-то стал протеин в посылках затягивать там даже с аминокислотами. Там и со мной сидел. У нас вообще за бараком, за Сусом смотрел, но он был положенцем. Таким авторитетным человеком был мастер спортером по боксу. Виталик бешеный, такой очень авторитетный человек, за Балашихи. Вот. И мы с ним нашли общий язык. Он меня, мы с ним сделали мешок большую, грушу такую сшили тоже в ширпотребке. Вот. Он меня обучал боксу, я его обучал железом. И мы вместе тренировались. Народу, почти можно сказать, заниматься начали все в этом барате. Вот. И даже когда тебя закрывают на 18 на 15 суток уже в ШИЗО, то, конечно же, когда организм просит нагрузки, все, что нам приходилось делать, так это только отжиматься от пола, от нарта, приседать с кем-то на плечах и так далее. Это было у меня в первом лагере. Вот таким образом я построил себе там спортзал и тренировался там я четыре с половиной года. После чего, ну, во время этих четырех с половиной лет меня вывозили в другой лагерь, Весляна. Так это поселок называется Весляна. Там были штанги-гантели, тоже все занимались. Там я тоже тренировался, там я ничего не собирал. Вот. Тренировались и по книгам, и все, что помнил со свободы. По-разному занимались. Просто не то, что конкретно прям бодибилдингом. Просто качались и все. Был такой случай, когда меня этапировали с княж по ГОСТу на Воркуту. Ну, там не совсем Воркута. От Воркуты еще далеко ехать. От нас океан 150 километров находился. И вокруг бараков такой большой уральский хребет шел. Он тоже километров 200 от нас был. Но его очень хорошо было видно. Вот. Был такой случай. Меня вывезли туда за нарушение режима. Потому что, как бы, ну, не хотел я выполнять просьбы охраняющих нас людей. И таким образом получалось, что я не соблюдал режим. Меня этапировали на Воркуту. Там двойка, строгий режим. Закрыли меня там тоже под крышу. Там не было тоже никакого железа. Но мне очень круто повезло. При том лагере была промка и были токарные станки. Вот там, ребята, я нормально собрал качалочку такую. Мне отрядник выделил комнату специально для этого. Я подтянул ребят с токарки. И они мне уже прям конкретную штангу, диски, прям гриф выточили. Все. Замки, гантели разбирные. Лавку железную сварили. Стойки под углом делались. Там я уже такой. И все ходили, занимались. Опять я приехал, там никто не занимался. А когда я приехал, собрал эту качалку, все ходили, занимались. И мужики, и из братвы ходил, и много людей занималось. Вот таким образом все последние вот эти вот 9 лет, весь свой срок, я не бросал никогда, тренировался и, я не бросал никогда, тренировался и,